Доброе снежное морозное утро! Мы рады начинать этот день и эту неделю вместе с вами. 4 декабря на календаре до наступления нового года вроде как еще далеко целых 27 дней. Но поверьте, декабрь пролетит незаметно. И если вовремя не начать готовить подарки, то можно об этом, ой, как пожалеть. Впрочем, первые поздравления и рождественские мероприятия начнутся точно раньше 31 декабря. Так, совсем скоро в культурной столице пройдет криптус балет Гала Денис Рочкин и друзья. Все подробности в деталях знает именно Денис, премьер Большого театра, уже в нашей студии. Денис, доброе утро! Доброе утро! Рады вас видеть. Расскажите, с чего начинается подготовка к такой программе? С обзвона друзей, потому что Денис Рочкин и друзья, с выбора балетных постановок. От чего отталкиваетесь изначально? Отталкиваюсь я с того, что я хочу зрителю показать на данный момент, скажем так, в своей жизни. Потому что в этом концерте я, как бы, являюсь художественным руководителем, и я выбираю программу и артистов, с которыми бы я хотел выйти на сцену. И поэтому, действительно, это Денис Рочкин и друзья, только друзья. Друзья могут позвонить вам, сказать, Денис, возьми программу? Конечно, могут, но не всегда, к сожалению, совпадает мое какое-то видение с тем, что мне хотят предложить мои друзья. Потому что, вот я, допустим, хочу конкретный номер видеть в программе, они предлагают другой. Поэтому я уже не могу отходить от своих принципов в этом плане. Своего видения. Все ли друзья-танцовщики легки на подъем и готовы к рождественским новогодним экспериментам? Ну, но все очень, во-первых, те, кто со мной занят, очень любят свою профессию, очень любят танцевать. Поэтому, конечно же, они благодарят за то, что предоставляется такая возможность. Вот мы, допустим, недавно были 20 ноября в Дубае, и сейчас, как мы понимаем, за границу очень сложно уехать. И поэтому, конечно, несколько слов благодарности я услышал в свой адрес, потому что все-таки непростое время выходить за границу, это, наверное, такого дорогого стоит. По той информации, что размещена в интернете, мы с Марией узнали, что программа обещает яркие, дерзкие номера, которые по-новому позволят посмотреть на этот вид искусства. Можете расшифровать, что такое дерзость в балете? Мне кажется, дерзость – это когда танцовщик может танцевать и классическую хореографию, и современную. Скажу честно, что современная хореография, она проще уже на втором этапе своего познания, потому что, несмотря на то, что современная хореография, когда мы ее начинаем репетировать, кажется, что это что-то сложное, и это не освоить никогда, то классический репертуар, он сложен всегда. То есть из классической формы ты выходишь за 2-3 дня, если ты не занимаешься. А современная хореография все-таки это попроще, потому что можно где-то, ну, в хорошем смысле, зрителя обмануть. Если вдруг ты упадешь, это можно обыграть так, что это так и поставлено. А вот классика, если даже там малейшая какая-то ошибка, это увидит зрительный зал, тем более в Санкт-Петербурге. Но определенно у нашей публики есть насмотренность, и тем не менее вы предлагаете как-то по-новому взглянуть и на классическое искусство, и на современный танец. Каким образом подойти к этому вопросу самому зрителю, что-то почитать, что-то, может быть, посмотреть, чтобы было с чем сравнить? Или наоборот, как чистый лист впитывать это все? Вот последнее, наверное, лучше, потому что не хочется зрителя под Новый год грузить ничем. И хочется, чтобы они пришли в зрительный зал и отдохнули, и получили заряд какого-то праздничного настроения. И надо сказать, что номера будут разные по настроению. Это будет и Дон Кихот, это всегда праздник, это будет и Золотой век Юрия Николаевича Григоровича, выдающего нашего хореографа. Также это будет в том числе близкое петербургскому зрителю Онегин, дуэт из балета Онегин. Ну и, конечно же, современная хореография, поэтому спектр эмоций будет очень разный, поэтому не рекомендую зрителю ничего читать, а просто прийти и наслаждаться моментом здесь и сейчас. Получить удовольствие. На ваш взгляд, какой из номеров самый новогодний? Ну, конечно же, Щелкунчик. Щелкунчик. Чтобы не было, самый всегда новогодний спектакль, это будет Щелкунчик. И как бы он не надоедал артистам уже где-то в январских праздниках, потому что, несмотря на то, что музыка Чайковского гениальна, она все-таки, когда ты ее слушаешь 7 раз в день, она немножко так приедается. Поэтому вы решили в... Обязательно. Щелкунчик должен быть всегда. Пока никому не надоел Щелкунчик. И пройдет 200 лет, мне кажется, и 500, все равно музыка Чайковского, она будет ассоциироваться с Новым годом, я имею в виду балет Щелкунчик. Ваш совет для тех, кто хочет удивить своих балетоманов, которые есть в семье, есть среди друзей, есть ли универсальный подарок для такого человека, связанного с балетом? Так что вы дарите культурной столице ваше представление, а если вам, например, кто-то хочет сделать подарок или любому, кто увлекается балетом, есть ли у артистов балета то, что им приятно было бы получить на Новый год? Или, может быть, стоп-лист, то, что дарят все время, и вы хотите деликатно сказать, вот, пожалуйста, вот это мне уже там... Наверное, в моем случае, так как у меня Щелкунчик в этом году 2 января, то есть, понимаете, да, что 1 января не удастся отдохнуть, не удастся встать в 5 вечера, как это обычно бывает после Нового года. Хотелось бы, наверное, подарить даже больше не праздничное настроение мне в Новый год, чтобы, я не знаю, кто, Дед Мороз, наверное, я еще до сих пор в него верю. Сегодня как раз день писем Деду Морозу, чтобы вы не забудьте, пожалуйста. Да, я ему напишу, чтобы он мне подарил заряд празднично-рабочего настроения, потому что, ну, понятное дело, что достаточно сложно после праздника как-то собраться, а наша профессия, она требует определенного концентрации, да, и поэтому 2 января это будет сделать сложно, и хотелось бы попросить, наверное, не знаю, Дед Мороз или кто-то еще, чтобы подарили набор концентрации. Набор концентрации. Отличный подарок, почему бы и нет. Денис, мы благодарим вас за то, что вы пришли этим утром и поделились деталями представления, которые совсем скоро пройдет в Северной столице. Крисмас, балет, кола, Денис Рочкин и друзья. Продолжение следует...